Ежегодно в руки ученым попадают десятки новых артефактов. Завершаются археологические раскопки в поселке Нижний Архиз, проводимые Кочегу имени Умара Лива, совместно с учеными и студентами московских вузов. Главным объектом исследований был средний храм X века и окружающий его Некрополь. Что выявили археологи, смотрите в материале Мадина Каракетовой. Студент образовательной программы «История» факультета гуманитарных наук Высшей школы экономики города Москвы Виктор Растворов приезжает в Карачаево-Черкесию в составе археологической экспедиции уже в третий раз. Для него археологический раскопка – это реальная возможность прикоснуться к истории и науке и внести свой личный вклад. Мы сами копаем ту историю, которая еще не написана, но вот нашими руками она делается. И в Карачаево-Черкесии мне очень нравится. И прекрасная здесь природа, и прекрасные традиции, прекрасные люди с нашими коллегами из КЧГУ, даже друзьями уже, можно сказать, мы общаемся в течение года. И вот у нас жизнь делится от архыза до архыза. В эту экспедицию вошли ученые из студента московских вузов. Археологам предстоит исследовать три объекта. Комплекс построек на Митрополичьей горе, средний храм X века и окружающий его Некрополь и южный храм, у северо-западной стены которого заложен раскоп. До сегодняшнего дня археологические исследования этого объекта не проводились, и мы первые, кто этим занялся, рассказывает руководитель экспедиции, директор археологического музея Карачаево-Черкесского госуниверситета Ахмат Айбазов. Мы знаем, что здесь была пристройка трапезы на XIX века, которая построена монахами. Верхняя часть, конечно, утрачена, но мы вышли на фундамент, который находится под слоем земли, но абсолютно случайно. Всегда считали, что это приусадебный такой храм небольшой, размерами 6 на 8. Ну, оказалось, что вот у него есть тоже небольшой могильник. У стен наткнулись на несколько погребений. Одно из погребений, рассказывает Ахмат Айбазов, вероятнее всего, женское, а второе, также сооруженное в каменном ящике, парное, предположительно, останки мужчины и женщины, похороненных вместе. Они сооружены по христианскому обряду XI века безинвентарные, то есть даже нательных крестиков на них нет, то есть они пустые. Процесс перехода от язычества в христианство был непростым, и парное захоронение, возможно, было связано еще с остатками язычества, считают археологи. Участие в данной экспедиции студенты считают не только увлекательным, но и очень полезным, ведь у них есть уникальная возможность не только почувствовать себя настоящими археологами, но и пообщаться с ведущими специалистами в области археологии, архитектуры и фотограмметрии. Очень интересно прикоснуться к этому впервые, увидеть, как его впервые измеряют, посмотреть на его фундамент, посмотреть на погребения, которые были возле него, на какой-то минимальный инвентарь, пускай он там костяные бусины, но все же. Это очень здорово всегда, и очень большой опыт, потому что вот я работаю с Ахматом Юсуфовичем на Южном храме, и бесценный действительно опыт по всяким археологическим процессам. Для студентов также организованы увлекательные лекции, посвященные Аланам, архитектуре и культуре Кавказа и влияние на неё Греции и Грузии. Расскажут о мегалитах, дольменах мира и Западного Кавказа, древней игре вальчики, которая до сих пор сохранилась у карачаевцев, и ещё о многом другом. Раскопки на этой территории, они совместные и проводятся вместе с Институтом археологии, Академией наук, Институтом востоковедения, Академией наук, Высшей школы экономики Москвы и Карачаево-Черкесским государственным университетом. И они проводятся с 2018 года на регулярной основе совместно с практиками исторического факультета Высшей школы экономики и Карачаево-Черкесского государственного университета. Эти раскопки только начало в планах исследований всей территории древнего архыского городища, а мы очень надеемся, что это мощное межвузовское взаимодействие будет долгим и плодотворным, говорит Ахмат Айбазов. Мадина Карекетова, Ольга Савенко, Ринат Муков, Вести Карачаево-Черкесия, Архыз.